Приветствую вас. Ну, вы знаете, во-первых, надо сказать, что психологи не дают прям таких советов, как вот вы просите дать. Вот, в том смысле, что психолог может помочь разобраться в себе, вам, но я не думаю, что психологи могут давать совет. Совет. Вот. Такая вот история. Поэтому, в первую очередь, я думаю, что имеет смысл вам разобраться в себе. Далее. Кавказцы подходят к вам именно по этой причине. Именно по причине того, что вы такая вот скромная самая с Кавказом, как любым восточным людям восточной культуры. Вот. Им нравится больше. Как раз-таки скромная девочка. Потому что они считают, что женщина должна быть, ну, условно говоря, под мужчин. Вот. Я не говорю сейчас о том, правильно ли это или неправильно, неправильно. Я просто пытаюсь объяснить вам, как происходит этот процесс. Поэтому очень важно понимать, что ваша внешность, плюс ваша позиция, плюс скромность, все это притягивает именно кавказы. Потому что их привлекает именно такой тип женщин. Вот. Вот и выходит так, что вы своим поведением привлекаете определенного типа мужчин. и... и... всё. То есть именно потому, что вы ведете себя... именно потому, что вы ведете себя... так, как ведете, именно потому, что вы скромны... К вам и подходят, знакомятся те самые кавказцы, о которых вы говорите. Веди вы себя более вызывающе, веди вы себя более открыто и восточный мужчина к вам не подошел бы. Вот. Ну и по крайней мере их было бы гораздо меньше. Вот. Вас тоже мужчины, я имею ввиду, там еще женщины открытые, женщины откровенные, женщины вызывающие, себя ведущие, ну, в меньшей степени привлекают таких людей. Вот. А вот по сути все, что можно вам ответить на вопрос. На этом. Дальше. Вы спрашиваете. Вы спрашиваете. Как поступить? Вы спрашиваете. Я не могу вас не спросить, как поступить, чтобы что? Вы по итогу хотите то чего? Вам по итогу нужно то все. Но если вы любите человека, если у вас есть к нему. симпатии, что совершенно очевидно, что имеет смысл вступить в отношениях. Только будьте готовы к тому, что восточный мужчина будет пытаться вас подавить и взять, скажем так, контроль, едва ли не полный контроль в свои руки. Просто имейте это в виду. Вот это то, что я могу вам, в общем-то, сказать. То, что я могу вам ответить. То, как я могу вам ответить на ваш вопрос. Есть, есть такое ощущение, что вы очень неуверенный в себе человек. Вот есть очень сильное ощущение, что вы неуверенный в себе человек. А вот мне кажется, что было бы очень здорово, если бы вы преследовали природу своей скромности, если бы вы преследовали природу своей такой вот некоторой, пассивности. Я бы сказал, некоторой пассивности. Вот. Вот. Не в обиду вам, конечно, это сказано будет. Вот. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь не в обиду. в том, как есть ощущение, что вы очень подавлены. в своих действиях, в своих решениях, в своих впреждениях, в своем выборе. Вот. Конечно, очень важный момент, почему вам, ну почему вас, точнее, волнует, что к вам подходит Кавказ. То есть, какая в этом для вас может быть проблема. То есть, ну, подходит и подходит. Что в этом такого? Почему вас это напрягает? Чем вас это напрягает? Если напрягает. Вот. Лично мне кажется, что ничего плохого в этом нет. Вот. Также мне показалось, что вы в отношениях с определенной целью. Я не знаю, с какой целью вы в отношениях. Мне показалось, что это определенная цель. Если это так, то было бы очень здорово, если бы вы прояснили для себя этот момент. То есть, если бы вы прояснили момент того, с какой целью вы в отношениях. что вы испытываете, вот конкретно, что вы испытываете к мужчине, то есть, ну, нравится ли он вам просто, то есть, нравится ли вам мужчина просто, как мужчина, например. Да. Или вы преследуете какую-то цель, чтобы, ну, вступая с ним в отношения. Вот. Просто так или иначе, да, ничего хорошего не будет, если вы будете преследовать какую-то цель. Я вас просто пытаюсь сейчас предупредить, чтобы вам потом не было плохо, чтобы потом не страдали. Такая вот история, такой ответ я бы мог вам дать. Я могу только надеяться, я могу только надеяться на то, что вам, на то, что вам это все было полезно. Я могу только надеяться на то, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Вот. И дальше уже будете двигаться в ситуации этой. Именно вот так, как вам хочется. Что касается того, что вы молодо выглядите, и что касается того, что, ну, вот, вы все-таки такая достаточно скромная. Вот. То подавленность ваших желаний в той или иной степени вряд ли пойдут на пользу вам. И для вас же будет лучше, если вы свои потребности, точнее, не свои потребности, а если вы к своим потребностям будете относиться более внимательно, что ли. Более. Более. Более чувственно. Вот. Потому что, игнорируя их и вступая в отношения с другими людьми, вы таким образом будете находиться всегда. всегда или почти всегда в проигрышном, неудовлетворительном состоянии, которое, ну, ни к чему хорошему вас не приведет. А поскольку речь идет о том, чтобы вы были счастливы все-таки, чтобы вы были все-таки счастливы, то мне кажется, что счастье, в первую очередь, это ваша ответственность. Но и вам необходимо решить, чего вы хотите для себя. И никто за вас решить это не может, да и не должен, да и не должен, в принципе. Потому что только ваше решение способно чему-то вас научить. что-то вам продемонстрировать, что-то вам показать, чему-то вас научить, дать какой-то опыт может быть. Понимаете? Какая штука. Вот так, примерно, примерно так это и работает. Я очень надеюсь, что выводы будут вами сделаны. Я очень надеюсь, что решения будут вами приняты. И я очень надеюсь, что вы решите, решите, как вам поступать, что вам делать и в какую сторону двигаться. Ну а на этом все. Я надеюсь, что вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, я буду рад вам помочь, я буду рад ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена и вы все-таки обретете ту гармонию и уверенность, которые сейчас на данный момент вам не хватает. Удачи! 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 Удачи!